вот интернет совсем пропал было принято решение писать видео вот ну что ж видео тоже прямой эфир единственное что я вам вопросы ваши не поотвечаю ну ребят если у вас есть какие-то вопросы какие-то пожелания вы всегда можете их задать в комментариях на комментарии на все и отвечаю но если единственное что конечно меня мне говорят спасибо я ставлю сердечко лайкосик от себя и это значит пожалуйста мне понравился этот комментарий но на все комментарии с вопросами я отвечу вот поэтому пожалуйста задавайте вопросы все у нас работает все у нас прекрасно сегодня очень жаркий день такой хороший день ветер вообще разучился дуть сегодня вообще летный день но к сожалению мы сегодня не летали или к счастью не знаю как там стрекозы летают братья площадки сегодня 30 число 30 августа уже привет привет здорово 30 августа и мы идем с вами гулять я надеюсь вам это видео понравится многие любят архи поистовку если можете поделитесь в вот сапе в телеграме этим видео с кем-нибудь ну со своими близкими родными вот я автоматически смотрю сюда знаете почему смотрю у меня аж настюшка недавно уехала я ее забаловал этими игрушками вот и как бы смотрю что вы это было возможно англороскоп что вы в самом деле некоторые вы что вы что-то вы 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 наверное вы 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы пойдем посмотрим с вами обязательно температуру моря, температуру воздуха. Но вода теплая, уверяю вас. Сейчас я зайду туда. Обязательно. Потому что в этот раз я хоть и хожу в джинсах. Ну, в джинсы. И тапочки такие. Ну, как, вроде... Можно снять и зайти в горе, в воду. Знаете, вот я как-то не очень люблю здесь купаться. Потому что... Ну, вода идеальная. Такая вот. Прям... Теплая-теплая вода. Наверное, такая же, как и воздух. Почти что. Вот, люди купаются до сих пор. Это гора ежик. Ни головы, ни ножек. Вот, с этой стороны тоже есть люди. Здесь вот пляж галечный. А там внутри дно оно песчаное. Очень прикольное. И очень далеко мелко. Сейчас я ноги смою от гальки мелкой. И отправимся дальше прогуляться. Ну, вот такая вот у нас сегодня обстановка на пляжах. Давайте пройдем по берегу. А на обратном пути пройдемся к вами по набережной. Пойдем по берегу до якоря. Давно я возле якоря не был. Не знаю. То ли потому, что я люблю снимать видео, а не прямые эфиры. Вот, я сюда пошел. Вот, мне на экране так все хорошо видно. Все так ярко. Ну, все так, как есть. Вот, кстати, вот эта модель телефона, она передает в видео все цвета, такие, как есть. Все в точности. Ну, и единственное, что, конечно, съемка на телефон. Для себя бы я не снимал на телефон, если только крайний случай не был бы. Вот, а так. Ну, и на крайний случай только, когда ничего с собой больше нету, можно снять и на телефон. Вот, ну, я люблю снимать на камеру. У меня есть камеры. Люблю такую репортажную съемку. Не очень люблю такие вот прогулочные видосы, обзорные. Ну, как бы, это я говорю о себе. Вот, а там, я знаю, что вы любите, когда в прямом эфире гуляешь и с вами беседуешь. Ну, я больше люблю показывать красоту, показывать что-то такое позитивное. Хотя, в то же самое время, очень люблю показывать все, как есть. Жизнь прекрасна. Там впереди якорь. Мы к нему идем. Детишки играют, кидают камушки. До сих пор люди отдыхают на пляже. Хотя, знаете, народу стало намного меньше, чем было раньше. Чем было, скажем, там, 10 дней назад. Вот. И... Ну, вот, то, что хотел сказать, сказал. Стало намного меньше людей. Все это началось 25 августа. Вот, люди начали съезжать, потому что многим нужно на работу в сентябре. 1 сентября нужно всех детей в школу. Ну, и, естественно, в садике и все прочее. Как бы сентябрь, это уже осенний месяц. Хотя нас это не касается. У нас тут тепло и хорошо. Народу становится меньше, и местные люди начинают купаться. Начинают выходить на пляж. И к тому же приезжают у нас северяне. С севера люди. Такие вот богатенькие, которые... Ну, им деньги вообще не вопрос. Они снимают там. У меня в гостинице. Вот, весь этаж, допустим, снимают. И живут там, ну, в районе дней 20, наверное, до 20 сентября. До 25. Еще тепло. И очень хорошо. Они любят спокойствие, тишину. Вот, все точки работают. Бархатный сезон. И, в общем, все отлично. Вот такой вот якорь у нас. Якорь на месте. Никуда не делся. Вот такой вот закат. Почти розовый. Как пел наш любимый, дорогой, ласковый май. Розовый вечер, да? Ну, люди фотографируются. Сейчас я перейду и засниму для вас нормально этот якорь. Он там работает душик. Так, вот он, якорь, друзья. Якорь на месте, как я и говорил. Море спокойное, идеально. Друзья, я не каждый день выхожу, сейчас в эфир или там что-то. Ну, потому что вчера, например, мы занимались консервацией. И закатали, в общем, 60 банок почти. Вот, с томатом. Томат с персом. И, в общем, и на это нужно много времени. И внимания, потому что, чтобы потом не началась стрельба у меня зимой в кладовке. Ну, кто знает, о чем речь. Вот, и всякие проблемы решаются. Там, допустим, с водой или с какой-нибудь там, с электричеством. Что-нибудь обязательно происходит. И приходится решать этот вопрос. Вот, гостиница, как говорится, здание принадлежит нашей семье. И здание и я принадлежат нашей семье. И решать эти все вопросы приходится нам. Ну, все мы люди. Вы понимаете прекрасно, да, о чем я говорю. Да. Сейчас пойдем с вами гору ежик вы уже видите, пляж видите. Давайте здесь выйдем на набережную. Не будем туда идти до конца. Видео и так будет очень объемным, хорошим. Вечерняя архиплостовка. Люди фотографируются. Это альбатрос. Сюда также не пускают без пропусков. Нельзя без пропуска зайти. Да, вот мы всего лишь переехали в парк Космос на желтой подводной лодке. Не знаю, что это такое. Ну, там он, фонтанчик работает. Вот этот вот поющий фонтан, который я всегда показывал. В прошлом году мы заходили внутрь. В этом году сюда не пускают в альбатрос. Поэтому приходится снимать отсюда. Чуть-чуть ветерок продувает. Вон там, видите, беседочка, на которую я мечтаю попасть. С фотокамерой хорошей. Мне нравится эта беседка. Мне можно, наверное, сюда прийти с фотоаппаратом. С хорошим объективом, с зумом. И поснимать. Но хотелось бы все-таки попасть туда. Мне, в общем-то, нужно для одного видео, фото, фотографии сделать. Но, к сожалению, туда не пускают. Никак не могу закончить этот проект, который начал. Потому что мне нужны именно оттуда фотографии. Здравствуйте. Что, опять продаешь китовую акулу? Да. Да, какая большая. Да, вижу. 4-4-4-4. Мухи жирные у тебя ползают. Ну, не сезон у них такой сегодня. Сегодня сезон. А стрекозлов сколько видел? Стрекозлов, да, много. Огромные летаки, много. Пивасик? Да. А ты заходишь на территорию эльбатроса? Ну, я и не ухожу отсюда, Жень. Нет, скажи мне, Даша, ты умеешь фотографировать хорошо? На фотокамеру? Конечно. Я тебе принесу фотокамеру, сделаю тебе заказ. Принеси. Спасибо большое. Ну, это завтра или послезавтра? Спасибо. Послезавтра, завтра мы уезжаем. Спасибо. Вот и нашел себе репортера, который оттуда не выходит. Возможно, получится у меня сделать несколько фотографий хороших. Ну, вот она, альбатрос, папка Мчатка. Кстати, кто знает, почему у женщин всегда привычка носить сзади в кармане телефон? Не знаете почему? У всех, у кого есть сзади карман, носят телефон там. Пиво, водка, кафе, бар, селедка. Так, вчера я очень долго искал дядю Сашу. В дядю Сашу охранника, в торнадо. Долго его ждал, еще не было 7 часов вечера, он должен был быть на работе. Но, к сожалению, он не появился там. И я понял, что он уже, короче, ушел домой. Хотел записать привет от него. Все вы знаете дядю Сашу. Но сейчас, к сожалению, он уже домой ушел. Кстати, вот рекомендую, ребята, чебуреки у Кагика очень вкусные. Привет. Шаурма тут тоже вообще великолепная. Просто, ну, вообще супер. Вот. Вы знаете, вот, с курицей, со свининой, гирос есть, гирос на тарелке даже. Вот все цены, потом посмотрите. Вот, видите, здесь самая хорошая шаурма на свете. Вот, видите, подтверждает. Да, правду говорю? Правда. Вот, да. И печка, конечно, у него прожорливая. Очень прожорливая. Сколько киловатт? Это трехфазный. Трехфазный. Киловатт 25, да? Эх, бедный мой генератор. А это жемчужина запитана от моего генератора, который стоит у меня дома. Шучий, если отключают свет. Вот, и здесь свет идет от него. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, кафе «Жемчужина». Тоже вот, очень сильно рекомендую. Тут есть мангал, есть черноморская рыбка. И все дела. Пойду прорекламирую. Ой, смотрите, морепродукты. Вообще супер. Там вообще помостые морепродукты. И люди здесь позитивные работают. Да, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Дождь, сейчас, минуточку. Надо было фрочно позвонить. Вот, нужно фрочно. Ребенку нужно сейчас. Вот оно, кафе «Тормадо». Люди пока мест еще не напились. Еще пока мы все сидят с кислеками на морде лица. Вот, ну так скажем. Алло. Настёшь, одну минуточку. Начались отвлечения. Ну, ничего страшного. Сейчас меня опять отвлекли, и я прервал немножко видео. Продолжим с вами наше повествование. Так, друзья, на Санаторском пляже мы уже ничего не увидим толком. Уже, в общем-то, темно стало. Ну, вот такая вот у нас ситуация в Архипке. Друзья, дальше будет на канале Валерич видео. Смотрите с удовольствием. Спасибо всем за внимание, и до скорых встреч.